Число заболевших за сутки растет. Коронавирусные ограничения возобновляются, а власти все чаще обращаются к жителям города с призывом соблюдать меры предосторожности и не выезжать из города и не выходить из дома без острой необходимости. Как оценивают эпидобстановку саровчане и с какими проблемами они сталкиваются в период пандемии, сейчас узнаем. Как вы сейчас оцениваете ситуацию с коронавирусом вообще у нас в городе? Тревожная, нетревожная, боитесь ли заболеть? Нет, я не боюсь заболеть. Болеет тот, кто, наверное, боится. Очень плохо. Очень болеет много. И многие хоть без масок и перчатки. Ну, хотя перчатки я тоже не надеваю, но я купила жидкость, я ей брызгаюсь. Ну, тревожно, конечно, страшно. Столько людей умирает. А страшно самому заболеть? Какие меры предпринимаете для того, чтобы все-таки не подцепить ковид? Такие. Ну, в магазин ходила с маской, пока шла с него. Не просто плохо, а отвратительно. Если по нижнему, понимаете, по нижнему лову, вот сколько областей? Сколько? 350-400. Вы представляете, на один саров, на один саров. Это катастрофа. Есть 100 человек каждый день. Слишком много болеющих. Такого маленького городка, да? Да, да. А как вы считаете, из-за чего такая проблема возникает? Ну, проблема ли это? Просто делается много тестов, поэтому и выявляется много. Мне кажется, такая ситуация по всей стране, в принципе. А сталкивались ли с какими-то проблемами, неудобствами в период пандемии, касаемо покупки медикаментов каких-то или работы учреждений конкретных с ограничительными мерами? Ну, как бы то, что не всегда были в аптеках средства, но это, в принципе, понятно. И ничего удивительного. То есть сталкивались уже, да, с нехваткой медикаментов? А с каких? Перчатки, маски или какие-то препараты? А, нет, препараты, антибиотики. Ну, раньше, может, было, конечно, в первой волне. Пришлось два месяца дома сидеть, тяжеловато. А так, конечно, ничего. Все эти вещи, которые должны быть, ну, вещи первой необходимости при, так сказать, данной пандемии, они уходят куда-то, может быть, налево. Или взвинчивают цены. Вот я, например, сейчас прошел 4 аптеки, ни в одной нет орбидола. Орбидол – это первейшее средство, когда все мы, как сказать, под богом ходим, возможно, так сказать, заражение. Врач пропишет орбидол, а где его брать? То есть вопрос, чем я буду лечиться и чем буду лечить свою жену, если вдруг наставим такая ситуация буквально завтра. Покупкой в самом начале. Сейчас, мне кажется, этот процесс уже как-то нормализовался. Я полагаю, что маловато контроль у нас. Вот у нас проглашают хорошие меры в транспорте, в магазине. Однако далеко не везде это соблюдается, поскольку я вот в Москве это вижу. И вот когда добиралась отсюда из Москвы, вот, то, ну, как бы так, больше нужен контроль. Рассчитывая только на сознательность, я считаю, это маловато. На ситуацию с COVID-19 саровчане смотрят оптимистично. Будем надеяться, что в ближайшее время заболеваемость снизится и коронавирусные ограничения сойдут на нет. Будьте здоровы! Опрос для вас проводили Дарья Козина, Евгения Шевцова, Служба новостей, Саров-24.